Василий Семенович Лановой Народного артиста встречают долгими и бурными аплодисментами. Эта любовь, признается Лановой, взаимная. Он очень любит приезжать в Брянск, но более не мыслит свою жизнь без пушкинского слога. Знаменитая метель в его исполнении звучит под музыку Георгия Сверидова к одноименному кинофильму. Едва Владимир выпал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. Он читает Пушкина с пылкостью юного сердца. И это несмотря на то, что в январе Василию Семеновичу будет 84. 60 лет Лановой выходит на сцену театра Вахтанкова. В кино он стал сниматься и того раньше. Некоторые эпизоды из его творческой жизни от души повеселили зрителей. Вижу, бабуля лет 95 под 100 вышла на сцену и обратившись ко мне сказала, дорогой Василий Семенович, счастливо вас видеть. Я воспитывалась на ваших фильмах. Мне никогда не давали играть комедийные роли, сетует актер, мол, лицо слишком серьезное. Этот эпизод из полосатого рейса его самый любимый. Были в его жизни и Алексей Вронский, и Заны Каренины, и Анатолий Курагин из «Войны и мира». Советская классика. Концерт великолепный. Он как раз говорит о патриотизме. Ну и по сути дела нас подвигает к этому. Значимое событие в культурной жизни Брянщины. В части патриотики это вообще уникальное событие, поскольку такие люди, это народный артист СССР, их осталось немного. Такой прекрасный артист, мы его давно уже были знакомы по экрану. В общем, впечатления огромные. Огромное спасибо губернатору, что он такие вещи организовывает, и это устраивание необходимо для нашего губернатора сегодня. Хочешь сушки, вон, кругленькие, или же игрушки, посмотрим, ну-ка, эх, такие мне вы, тогда, когда я бегал в первый класс. Так что тебе купить, сыночек? Глеба, сказал он, не сводя из бухана глаз. Вторая часть концерта патриотическая. Василий Лановой читает любимые стихи. Семен Гудзенко, Василий Викулов, Давид Самойлов. Для него это не просто поэзия. В 41-м это стало горькой прозой жизни. Маленьким мальчиком он три года провел в немецкой оккупации. Мама должна была приехать через две недели. Она не приехала ни через год, ни через два, ни через три. Мы ничего не знали о них, они ничего не знали о нас. Ну, такая судьба детей военного поколения. И это для меня, вот все, что было тогда, с 7 до 10,5 лет, сохранилось на всю жизнь. Поэтому сегодня он в бессмертном полку возглавляет шествие, встречается со школьниками. Тема патриотизма звучит и на пресс-конференции уже после спектакля. Круг вопросов от внешнеполитических отношений до самочувствия актера. Василий Лановой вспоминает о любимых ролях и о том, как чуть было не стал журналистом. Говорит и о своей главной страсти, литературе и музыке. И обещает вновь приехать в Брянск, уже с новой программой. Елена Бочкарева, Максим Кузнецов, Игорь Винничук. События. Брянск.